МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новый формат трудовой книжки. Как найти информацию о трудовой деятельности в интернете. Они дарят любовь и заботу. Приемнику для безнадзорных животных исполнилось 10 лет. Кросснации 2020, российский день бега в Сарове, прошел в особом формате. Далее расскажем обо всем подробно. Осталось чуть больше трех месяцев, чтобы написать заявление работодателю и выбрать свой вариант трудовой книжки – бумажной или электронной. С 1 января 2021 года бумажные книжки будут вести только на тех сотрудников, которые до 31 декабря 2020 года напишут об этом заявлении. О том, как и где найти сведения о трудовой деятельности в электронном виде, смотрите в нашем следующем репортаже. До 31 октября работодатель должна повестить своих сотрудников о том, что им нужно будет выбрать формат введения трудовой книжки с 1 января 2021 года. Я уже написала заявление о том, чтобы сведения о моей трудовой деятельности ввелись в электронном виде и получила трудовую книжку на руки. Выбрасывать ее не надо, так как информацию о трудовой деятельности до 2020 года оцифровывать пока не будут. Но как теперь работнику получить сведения о том, где и кем он трудился? Для этого нужно обратиться к работодателю, а если нужна информация о трудовой деятельности в других организациях, то следует идти в МФЦ, либо можно получить сведения онлайн на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг. Начнем с сайта пенсионного фонда. Заходим в личный кабинет и нажимаем на кнопку «Заказать справку от трудовой деятельности». Система предлагает авторизоваться через портал госуслуг, потом снова возвращает на сайт пенсионного фонда. Заходим в раздел и кликаем по кнопке «Запросить». Информацию о работе можно будет посмотреть в разделе «История обращений». Если искать электронную трудовую книжку через портал госуслуг, то путь будет чуть длиннее. Проходим процедуру авторизации и начинаем искать нужный раздел. Через портал можно получить огромное количество услуг. Если изучать все меню, то займет это уйму времени. Через поиск тоже не получилось найти нужный раздел, поэтому в категории органов власти кликаем на пенсионный фонд. В открывшейся вкладке ищем заветные слова «Выписка из электронной трудовой книжки получить онлайн» и жмем на кнопку мыши. Выписка о трудовой деятельности с 1 января 2020 года придет в личный кабинет. Если в документе не все сведения или она пустая, то для этого есть объективные причины. Либо работодатель не успел отправить данные в пенсионный фонд, либо вы еще не подавали работодателю заявление о переходе на электронную трудовую книжку. Выписка будет подписана электронной подписью сотрудника пенсионного фонда. По юридической значимости такой документ равен бумажному. Если нужна выписка с живыми подписями и печатями, то нужно обратиться в кадровую службу с последнего места работы отделения пенсионного фонда или МФЦ. Елена Грескова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. На 23% в среднем вырастет стоимость комплектующих для автомобилей. С 20 сентября в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости восстановительных работ и автозапчастей. В результате подорожает ремонт автомобиля. Страховщикам придется компенсировать дополнительные издержки за счет повышения цен на полисы. Специалисты уверяют, что стоимость ОСАГО не поднимется на те же 23%, как и автозапчасти. Средняя выплата по полису гражданской ответственности должна увеличиться на 14%. После введения с 5 сентября нового тарифного коридора и индивидуализации тарифов большинство автовладельцев просто не заметят изменений в цене полиса из-за роста стоимости запчастей. Страховщики урегулируют этот вопрос в рамках тарифного коридора. Но с большой долей вероятности стоимость договора ОСАГО вырастет для рискованных водителей. В настоящее время в среднем полис ОСАГО продается за 5500 рублей. Правительство расширило перечень медицинских товаров, ввоз и продажи которых не облагается налогом на добавленную стоимость. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В список включены специально оборудованные легковые автомобили для перевозки инвалидов. Также в перечень внесены важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия. Средства для коррекции зрения, технические средства для инвалидов и медицинские товары для предотвращения распространения коронавируса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 28 сентября в день работника атомной промышленности пройдет телемост «Перекличка городов». Первые лица госкорпорации «Росатом» – ветераны, сотрудники предприятий и жители атомных городов поздравят друг друга с 75-летием отрасли в прямом эфире. Прямая трансляция пройдет одновременно из 25 городов и центральной студии у здания «Росатома» в Москве. Посмотреть телемост можно будет на телеканале «Россия-24» и сайте atom75.ru. 1 октября в России стартует осенний призыв. За время его действия вооруженные силы планируют призвать около 2000 нижегородцев. Ёношей направят во все виды и рода вооруженных сил Российской Федерации. Около тысячи человек призовут для службы в элитных воинских частях. В президентском полку Федеральной службы охраны, в Преображенском и Семеновском полках, в воздушно-десантных войсках, а также в подразделениях специального назначения. Около 300 нижегородцев будут проходить службу в Национальной гвардии России. Более 10 призывников направят в научные роты. Саровская полиция напоминает о возможности получения государственных услуг в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру и подтвердить учетную запись в 104-м кабинете полиции по адресу улица Советская 1 или в многофункциональном центре. При оформлении заявления в электронном виде на оплату госпошлины действует скидка 30%. Саровчане могут заявить свой проект на конкурс президентских грантов. Это надо успеть сделать до 15 октября. Еще одно важное условие. В конкурсе могут принять участие только некоммерческие организации. Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Итоги конкурса подведут в начале следующего года. Проекты победителей в общей сложности профинансируют на 8 миллиардов рублей. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет. По его словам, россиян ждет лишь небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится. У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны, заявил Чуланов. По его словам, сейчас число заразившихся будет расти из-за сезонного фактора, а также активизации людей. Между тем, в российских аптеках появилось лекарство против COVID-19 под названием Ариплевир. Розничная стоимость составляет более 12 тысяч рублей за упаковку с 40 таблетками по 200 миллиграммов. Этот препарат сделали на основе фавипировира, который разработали в Японии для лечения гриппа. Клинические испытания Ариплевира показали сокращение сроков выздоровления у пациентов с коронавирусом, хотя официально его рекомендуют для лечения вируса только Россия, Индия и Китай. Ожидается, что скоро появится еще один препарат – коронавир. По словам производителя, препарат минимизирует осложнения, связанные с COVID-19. За минувшие сутки в России зафиксировали 6196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 162 из них выявлены в Нижегородской области. В Сарове от COVID-19 вылечились 1120 человек. Беспечность горожан снова сыграла на руку преступникам. Очередной велосипед угнали из подъезда многоквартирного дома. Новенький двухколесный транспорт владельцы оставили без присмотра и даже не пристегнули замком. Во втором случае велосипед остался на месте, а вот забытый в корзине сотовый телефон привлек внимание любителей легкой наживы. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На проспекте Музруково неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля и забрали из него топор, с помощью которого проникли в магазин электроники. Злоумышленники украли технику на 150 тысяч рублей. Там же, на проспекте Музруково, пьяный саровчанин устроил танцы на капоте «Форда Фокус». Из повреждений на автомобиле вмятина на крыше и на капоте гражданин установлен, он находился в невменяемом состоянии, ну, в общем, в алкогольном опьянении, а все остальное уже будет установлено после экспертизы. С началом учебного года увеличились случаи наездов на пешеходов. На улице Герцена водитель сбил школьницу. Девочка отделалась ссадинами и ушибами. Ребенок возвращался из школы, проходил около пешеходного перехода. Не по пешеходному переходу, а около. На него был совершен наезд водителям. В настоящее время проводится административное расследование. На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД провели областную операцию «Пешеходный переход». Дополнительные патрули у нас выставлялись на пешеходных переходах в местах концентрации дорожно-трассных происшествий. Вот результаты работы такие. Как я уже сказал, три протокола были составлены по статье 12 и 18. административного кодекса – это нарушение правил проезжего пешеходного перехода. И 31 пешеход был привлечен к установленным законом административной ответственности за переход в проезжую часть дороги в неустановленном месте. Сотрудники ГИБДД проверили содержание 51 пешеходного перехода и привлекли к административной ответственности должностных лиц за нарушение в разметке, освещении и установке знаков. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Вот уже 10 лет сотрудники и волонтеры приемника для безнадзорных животных спасают кошек и собак от неминуемой гибели. Они дарят им шанс найти ответственные семьи, где их будут любить. А горожане в приемнике могут выбрать себе четвероногих питомцев и с помощью ласки и заботы вернуть им веру в людей. Приемник, зато верный друг, уже 10 лет помогает безнадзорным животным. Сотрудники и волонтеры обрабатывают поступивших собак и кошек от паразитов, кормят, лечат и приводят в порядок. Пристраивают их в новые семьи. Животных сотрудники называют своими воспитанниками. Каждого из них знают по имени, характеру и привычкам. Все начиналось с одного человека, с Екатерины. Тогда она принесла в приемник двух щенков, подобранных на улице, и просто не смогла отсюда уйти. Ситуация в приемнике была очень тяжелая. Скудного финансирования государственного не хватало даже на нормальную кормежку для животных. А про лекарства уже и просто речи не было. Сотрудники просто выбивались из сил. Со временем сложилась команда неравнодушных людей, которые, несмотря на все трудности содержания животных, до сих пор помогают братьям-меньшим обрести дом, хозяев, вылечиться от болезни и не умереть от голода на улице. У нас есть люди, которые берут, замечательные девушки, которые берут животных на передержки. У нас есть замечательные, просто прекрасные девушки, которые помогают на передержках, которые ухаживают за животными. Это все трудно, это все очень и морально тяжело. Но у нас есть люди, которые не сдаются. Наша замечательная команда. У каждого воспитанника своя история. Каждому нужно найти подход. Передать четвероногого в любящую семью – главная победа для волонтера. Самое приятное событие для волонтера – это когда любящие хозяева присылают нам фотографии наших выпускников, которые счастливые, любимые, холеные, в новых семьях своих. Брошенных кошек и собак жители города приносят в приемник ежедневно. Места, питания и лекарств на всех не хватает. Важно помнить – стерилизация и кастрация – необходимые меры, чтобы избежать появления безнадзорных животных. Сотрудники приемника ежедневно пытаются донести до саровчан, что к питомцам нужно относиться серьезнее. Только ответственное отношение к животному, которое вы берете в дом, только ответственное отношение, наверное, к самому себе. Потому что приехать на ту же самую дачу, оставить там кошку, с которой ты игрался, и твои дети играли все лето, мне кажется, это аморально. Потому что это такое же живое существо, это не мишка, не погремушка. Вы можете помочь сотрудникам и волонтерам приемника, принести корм, препараты, игрушки для животных, пожертвовать средства или поухаживать за воспитанниками, а, возможно, и забрать кого-то из них к себе домой. По всем вопросам обращайтесь по телефону 6 12 10 или в группу ВКонтакте. Всероссийский день бега прошел в Сарове в особом формате. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой школы и детские сады проводили мероприятия на своих территориях. А на стадионе ИКАР 19 сентября собрались взрослые любители бега. На дистанцию вышли студенты, сотрудники городских организаций и профессиональные спортсмены. Спортсмены от 6 до 70 лет. Две дистанции для малышей и школьников в 500 метров, для спортсменов постарше – один километр. Все как обычно, вот только сам формат традиционного дня бега изменился. В этом году спортивный праздник прошел в несколько этапов. Все мероприятия проходят с соблюдением правил и норм, установленных Роспотребнадзором. У нас в этом году воспитанники детских садов и воспитанники школ бегут на своих спортивных объектах, потому что нет возможности развести так, чтобы соблюдали все нормы. Поэтому они бегают у себя. Первыми преодолеть дистанцию в один километр предстояло студентам Саровского политехнического техникума. На старт ребята выходили по три человека. Азарт не тот, что при массовом забеге. Но настроение это никому не испортило. Впечатление у всех позитивное, потому что день пасмурный и такое бодрое настроение сразу появилось. В связи с происходящей ситуацией в России я с полным удовольствием пробежала. Мне это было не тяжело и меня все устроило. После забега студентов на беговую дорожку вышли профессиональные спортсмены и сотрудники муниципальных предприятий. Во главе колонны бежала председатель Федерации легкоатлетики, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Каляскина. Спортсменка каждый год принимает участие в соревнованиях. Своим примером она показывает, что спорт важен в жизни каждого человека. Это здоровье в первую очередь, физкультура и спорт. Необходимо, конечно, заниматься, любить спорт и бегать. Организаторы надеются, что до зимы эпидемия закончится и акция «Лыжня России» пройдет в привычном масштабном формате. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин